Вопросы. Частно возникает ситуация, когда недвижимость продана, и вдруг возникают еще какие-то правообладатели по закону. Дети, внуки, которые не отмечены в справке и темно-восударственного реестра, но предъявляют свои законные покрова в судебном порядке. Как в этом случае отследить чистоту сделки? В данном случае тоже ранее у коллега был аналогичный вопрос о том, что каким образом обезопасить себя при представлении, при приобретении именно его имущества, какого-то неблагодаря участника, объекта недвижимости. В данном случае, конечно, первоочередними сведениями будут являться наши данные, непосредственно, которые в качестве ГКРН, это наличие всех предназначений о применении, сведения по правам. Но при этом, на сегодняшний день, у нас есть сопутствующие органы, органы ЗАГСа, в том числе, необходимо запрашивать соответствующие сведения по семье, то есть наличие детей, родственникам, которые могут теоретически вступить в наследство. Здесь, конечно, большая часть времени ложится на заявитель, с точки зрения подготовки документов. А в последующем, все, что к нам наступает, это уже оформляется на основные данные, которые зритель надо доставить. Спасибо. Я еще добавлю на правду. Первое право, да, заявитель спрашивает, что выписка о регистрации права действительно месяц. Это какой-то миф, который, к сожалению, очень сильно распространен. Никакого срока действия в выписке нет. Выписка вообще подтверждает только то, что вот сегодня, в эту секунду, такое право зарегистрировано. В случае, если в этот же день, через час поступает арест, да, допустим, либо еще какая-то запись вносена в реестр, реестр в неком статическом положении происходит, потому что он через месяц видит, что срок действия выпуска вестек, и он, значит, что-то меняет. Мы каждый день вносим записи и обнагляем их, и переход права, в том числе и по требованию судебных органов, да, может произойти когда угодно, через день, через час, через три дня, после выдачи этой выписки. Почему выписка не является, почему она не является правоостановлющим документом, был какой-то вопрос. Владимир Георгий частично ввели, что право возникает не на основании выписки, а на основании как раз такое внешнее основание, которое подтверждает возникновение вот этого права, как продажа, доления, наследства и все остальное. Почему вы являетесь наследники, которые там были совершеннолетними, или там ездили за границу, или там ездили, ну, все, какие-то изумительные ставки, сборочке с два, выявляют результаты, действительно, споры недвижимости рассматриваются в суде, и даже нотариум, да, мы понимаем, что в случае, если право возникает на основании свидетельства правильное наследство, возникает оно не с момента регистрации, а с момента открытия наследства. И в этом случае на облече нотариуса ложится часть забот о сборе тех наследников, которые заявили о своих правах, либо не заявили о своих правах, да, и вот эти полгода, когда они могут заявить о своих правах через полгода, надается свидетельство. В случае, если у человека была объективная причина, там, тяжкая болезнь, или еще какая-то причина, чтобы не заявить в суде, они восстанавливают вот этот срок для заявления о вступлении прав на следствие, но от судов никто из правообладателей не застраховывает. И, к счастью, наверное, полномочия с реестра не отходит, да, спрашивает, а кто еще претендовал, а кто еще умный, а кто еще живой. Вот, в этом плане у нас есть правоподтверждающий характер нашей регистрации, в этом плане законопредесмотр. Спасибо.